В этом году мы отвечаем несколько значимых юбилеев. Это прежде всего юбилей Сергея Рахманинова, к которому мы подготовили ряд мероприятий, откроет премьерный такой блок рахманиновский. Это Франческо Доримени, спектакль, который у нас поставлен. И я хочу сказать, что на сегодняшний день это, наверное, единственный театр, который в своем репертуаре имеет репертуарное название, не концертное исполнение, а именно спектакль Франческо Доримени. «Скупой рыцарь», концерты, естественно, романцев. Еще в этом году у нас также юбилей Федора Шаляпина. И 10 февраля мы готовим большой праздничный концерт, который называется «Царь-бас». Он будет в двух отделениях на малой сцене 10 февраля в 19.00. Всех очень-очень ждем. Это такое наше музыкальное приношение, где вы услышите и арии, которыми прославился Федор Иванович Шаляпин, и его известнейшие русские песни, руссконародные песни, песни его основного репертуара и «Блоха» вдоль Попитерской, «Хухни». Так что мы очень ждем наших зрителей на этом замечательном концерте. Юбилей Александра Островского. 200 лет в этом году. И мы делаем концертное исполнение. Ну, это такое не совсем концертное, но такое семистейдж опера «Снегурочка» Римского-Корсакова на либретто Александра Островского. В общем-то, очень насыщенная жизнь. Это вот я говорю о непремьерах. Но впереди нас ожидают еще очень много премьер. Я вот расскажу об оперных премьерах. Леонид Дмитриевич расскажет о балетных. Первая премьера этого сезона – гениальная опера Моцарта «Дон Жуан». Мы продолжаем цикл «Моцартианы». И это третья премьера этого цикла. Первая была «Волшебная флейта», вторая «Свадьба Фигара». И мы очень рады и счастливы, что наши зрители оценили по достоинству эти произведения и эти спектакли. Они собирают какие-то немыслимые аншлаги. Вы знаете, даже мне очень часто пишут… Есть некоторые зрители, которые ходят на все спектакли. То есть, есть зрительница, которая посетила уже 13 раз «Волшебную флейту». То есть, каждый спектакль. И точно так же с спектаклем «Свадьба Фигара». И сейчас на очереди «Дон Жуан». Мировая классика, известнейшая опера, одна из самых исполняемых опер мирового репертуара, в которой заняты наши ведущие замечательные солисты на партию «Дон Жуана» Гурием Гурьев. Артём Акимов замечательный, который блистал в «Свадьбе Фигаро». Гурия исполняла партию «Фигаро». Вот, в общем-то, ну, это тоже достаточно такой интересный будет спектакль. Я ещё раз повторюсь, с участием наших звёзд сибирской сцены. Следующая премьера – это премьера для наших маленьких зрителей. Мы продолжаем наполнять детский репертуар, насыщать его интересными сюжетами. И на этот раз как же без Буратино. Андрей Семёнов – композитор, известнейший композитор, который очень много пишет и взрослой, и детской музыке. Вообще, я хочу сказать, что очень мало на сегодняшний день композиторов, которые посвящают и уделяют внимание детскому творчеству. И я хочу сказать, что тот репертуар, который на сегодняшний день есть у нас, детский репертуар, он самый богатый вообще в стране. И это наш будущий зритель. Это наш культурный фонд. И мне кажется, что, конечно, было бы очень здорово практически, наверное, на законодательном уровне уделить внимание детскому репертуару. Потому что, я ещё раз повторюсь, опер детских, современных опер, их нет. И Нават в этом плане впереди планеты всей, потому что опера Буратино – это будет очередная мировая премьера на нашей сцене. Мы знаем, у нас мировая премьера прошла Карлсона, у нас мировая премьера Цезаря Кьюи, которая впервые была оркестрована нашим сибирским композитором Александром Абраменко. Это «Кот в сапогах» и «Красная шапочка». Карлсона мы делали вместе с фондом, международным фондом Астротлингетт. И сейчас с Буратино. Яркая, праздничная, интересная музыка. В этом спектакле будет занята практически вся труппа, потому что там много персонажей, много ярких характеров. Поэтому вот это тоже достаточно интересная работа. Премьера Буратино будет 31 марта и 1 апреля на камерной сцене нашего театра. Андрей Семёнов – композитор. И мне очень ещё хочется сказать про «Дон Жоана», что я очень рад, что в театр вернулся наш замечательный дирижёр. Пётр Николаевич Белякин – специалист как раз вот по этому стилю, по стилю Моцарта. Мы вместе с ним пытаемся от стереотипов и клише музыкальных и сценических отойти в этой опере и сделать, как бы погрузиться в самого Моцарта и сделать яркий, красочный и глубокий спектакль. Художник по костюму Жану Сачёва, художник-цинограф Тимур Гуляев – это всё та же команда замечательная, хореограф Сергей Захарин, видеопроекция Вадим Дуленко, художник по свету Ирина Вторникова, с которой мы вот сделали «Царскую невесту». «Царская невеста» продолжает идти на нашей сцене с тоже невероятным аншлагом. Я очень благодарен нашим зрителям, которые также ходят по несколько раз на этот спектакль. Я вам хочу сказать, что не так давно на адрес театра пришло письмо даже с стихотворным посвящением в адрес этого спектакля. Это тоже очень приятно, потому что мы… Вы знаете, самое приятное – получать прекрасные отзывы, а не только какой-то негатив. Поэтому спасибо огромное, что не стесняетесь и пишите нам свои отзывы о наших спектаклях. Следующая премьера – это также детская премьера. Мы готовим цикл Пушкиниану к юбилею Пушкина. И в этом году, 3-4 июня, будет сказка о рыбаке и рыбке. И вот после сказки о мертвой царевне и о семи богатырях – это следующее произведение Александра Сергеевича Пушкина. И это тоже будет яркий спектакль. Художник Тимур Гуляев. Мы постараемся для наших самых маленьких зрителей напомнить им великий сюжет и порадоваться вместе с этой сказкой. В общем-то, это такая радостная спочка событий в нашем театре, помимо основного репертуара. Еще очень много концертов. Очень много концертов, которые исполняет наш ансамбль «Музыка для нас» под управлением Натальей Жук. И, кстати, 11 января первая премьера этого сезона, такая камерная премьера, прошла у нас в фойе. «Лукавая крестьянка». Это также первое исполнение в России, между прочим. Так что еще концертные у нас программы достаточно интересные. Мы стараемся радовать нашего зрителя, потому что мы работаем для зрителя, мы работаем для того, чтобы искусство, музыка, театр вдохновляло, воодушевляло. И несмотря ни на что, конечно, мы живем в непростое время. Ну, время непростое, оно всегда, мне так кажется. Но мы должны говорить о вечных идеалах, о красоте, о вере, о любви. И мне кажется, что вот эта функция театра, она самая важная. Вопреки, несмотря и во имя любви, творить, пытаться быть искренними и, в общем-то, радовать своего зрителя. Спасибо большое, Вячеслав Васильевич, за то, что рассказали о премьерах опер. Я прошу, Леонид Дмитриевич, вас рассказать о балетной премьере театра оперы и балета «Весной». Это балет «Анюта». Прошу вас. Ну, если можно, всем здравствуйте. Я начну по порядку. Напомню, что у нас продолжаются премьерные показы балета «Кармен Суита». На премьере, на первом показе у нас была народная артистка Светлана Захарова. Сейчас эту традицию продолжит народная артистка России. Прима Валерина Большого театра Мария Александрова. Она выступит в партии «Кармен» вместе с премьером Большого театра заслуженным артистом России Владиславом Лантратовым. Что можно сказать? Это ярчайшие представители именно того стиля, который требуется для исполнения этого балета. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. Это событие состоится 14 февраля, в День любви. Также 23 февраля нас посетит звезда балета, премьер Большого театра Игорь Сверков в балете «Спартак». Наверное, это лучший «Спартак», которого вы можете увидеть вообще на сцене сегодня. Поэтому это большое знаковое событие для нас. Напомню, что продолжается юбилейный сезон Анны Жаровой, 25 лет на сцене. И, наверное, кульминацией этого сезона станет ее бенефис. 7 марта, где она также выступит в новой для себя роли в партии «Кармен». Также будут присутствовать солисты ведущих театров России. Программа будет объявлена несколько позже, но там тоже будут дебюты и сюрпризы для зрителя. Продолжается работа с Николаем Максимовичем Цискаридзе. Он посетит нас 31 марта и 1 апреля, исполнит партию «Водовой Симоны» в балете «Четная предосторожность». Также будут гастроли театра «Эйфмана». Это уже, поправьте мне, третий гастролей. За последние три года третий. И самые большие будут целую неделю. Но по этим вопросам Александр Васильевич вас подробнее проконсультирует. Ну и события нашего театрального сезона. Главное балетное – это премьера балета «Анюта» на музыку Гаврилина в хореографии Владимира Васильева по рассказу Чехова «Анна на шее». Сам мэтр должен к нам приехать, посетить нас, подготовить, поэтому ждем. Подготовка этого балета начнется ориентировочно в марте. Спасибо большое. Александр Васильевич, прошу вас, расскажите подробнее о гастролях, кого увидят в новосибирце, какие выступления. Я не тоже практически все рассказал. Я хотел бы только добавить, что балет «Анюта» как большое балетное событие, событие в культурной жизни. Мы готовим к дню рождения театра. И поэтому премьера запланирована на 12 мая. Что касается гастролей авторского театра Бориса Эйфмана. История у нас не столь большая, как бы хотелось. В 79-м году театр только-только-только созданный приезжал, выступал на дворцевых площадках. Потом было два визита в рамках рождественского фестиваля. И такая плотная работа с театром Эйфмана началась в 21-м году. А вот был показан два балета Анны Каренина и «По ту сторону греха» по Достоевскому. Совсем недавно осенью коллектив привез и показал Родена. И вот сейчас первые большие гастроли, семь дней, семь показов, четыре репертуарных спектакля. Все спектакли поставлены по литературной русской классике. Это уже известная Анна Каренина, это известный «По ту сторону греха» и то, что новосибирцы не видели. Это последняя премьера театра «Чайка» и «Онегин». Вот четыре спектакля, которые привезут в Новосибирск, еще раз повторяю, с 24 по 30 апреля. Спасибо большое, Александр Васильевич. Мы переходим к вопросам от журналистов. У нас есть ряд вопросов в чате. Первый вопрос. Будут ли задействованы отечественные звезды в тех премьерах, которые представят театр Ротбера и балета текущей весной? Коллеги, кто готов ответить? Да, будут участвовать отечественные звезды. Других нет, но не потому, что других нет, а потому, что наши лучшие. На премьеру «Анюта» мы сейчас как раз ведем переговоры с солистами Большого театра, с руководствами и непосредственно с артистами. А можно ли сказать, может, что-то предварительное согласие дал? Уже по персоналиям, конечно, всех интересует. Пока не могу, к сожалению. Вы знаете, мы предпочитаем в такой серьезной аудитории говорить только о том, что уже точно подтверждено. Вячеслав Васильевич, а по оперным премьерам что можете сказать? Я хочу сказать, что это большое счастье, например, когда в «Царской невесте» выступает Олеся Петрова. Не просто звезда мировой оперы, а, я считаю, на сегодняшний день самая лучшая Любаша в мире. Это вот событие, понимаете, не только для Новосибирска, но вообще. И я вам хочу сказать, что «Царская невеста» — это, конечно, такое название нередкое, да, но вот Олеся Петрова из своего достаточно сложного графика просто его раздвигает для того, чтобы приехать и исполнить эту партию у нас. А Ксения Дудникова — тоже мировая звезда. Она невероятная, замечательная, очень много в Большом театре поет, и эту партию исполняет в Большом театре, партию Любаши, опять же. Но, опять же, вот они вдвоем, да, пытаются найти в своем графике время, чтобы приехать и исполнить эту великую партию в нашем спектакле. И это для нас действительно большая честь. Я абсолютно согласен с Леонидом Дмитриевичем, то, что наши самые лучшие, понимаете. У нас очень много выдающихся солистов, которые ценят, благодарны и счастливы работать здесь, в Сибири, на нашей фантастической, действительно одной из лучших сцен мира. Мы знаем все европейские театры, великие оперные дома. Ну, вот, например, Алексей Зеленков сейчас у нас, у него происходит развитие его европейской карьеры. Да, он очень много занят в спектаклях немецких городов. И почему такое происходит, вопреки всему. Потому что талант, вы знаете, это та мера, которая существует вне времени, вне событий, вне пространства. Опера и балет – это наичестнейшее искусство. Если тенор, да, берет ноту, значит, вот это его профессия. Если артистка балета делает 32 фуете, да, не 31, а 32, вот это и составляет профессию. И здесь нельзя зачем-то спрятаться или сделать вид, понимаете. Поэтому мы счастливы, что в наш театр едут со всего мира и мечтают участвовать в наших спектаклях. И не только наши российские звезды, но и звезды европейские и мировые, которые, еще раз повторюсь, опять же все наши. Потому что уровень таланта, широты души русской – это востребованный, как сказать, востребованный продукт, который действительно во всем мире имеет очень высокую цену. Спасибо большое. Я бы хотел добавить, у нас Леонид человек скромный, привык больше двигаться, танцевать, иметь все говорить. А вот у нас год календарный, как он отработал в театре, я могу сказать, за этот год Леонид ввел, сделал 50 вводов. То есть это не просто, так сказать, молодежь, которая появилась в первых рядах, и сейчас разнообразие мы имеем очень достаточно большое. И самое главное, меньше нагрузка на каждого, с тем, чтобы они могли лучше танцевать и лучше, так сказать, отдаваться своему делу. Но еще это и для зрителей очень интересно, потому что любой ввод – это некие отличия, это некое особое исполнение, что очень, особенно продвинутые театралы, которые по много раз ходят, они это очень высоко ценят. И мы очень ценим, что у Леонида так получается. Спасибо за дополнение, Александр Васильевич. Следующий вопрос. В этом году исполнится 150 лет со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Расскажите подробнее, как театр будет праздновать эту дату. Ну, я уже рассказал, да, достаточно. Я вот, хорошо, спасибо за вопрос, потому что я забыл самое главное – о премьере, о новой премьере, которая будет в конце октября – Олега. Это его замечательная опера, которая пользуется популярностью, да. И вот мы как-то обходили это название, но вот в рамках празднования юбилея Сергея Васильевича Рахманинова мы решили всё-таки дополнить наш рахманиновский репертуар. После Франчески до Римени Скопова рыцаря дополнить этим произведением. Я, может быть, открою такой небольшой секрет. Мы секреты не любим раскрывать, потому что… Ну, вы знаете, потому что творчество – это такой вид хрупкой и тонкой, которой очень вот сейчас скажешь, а вдруг что-то не получится. Но мне хочется сказать, что эту премьеру мы будем делать с Дмитрием Михайловичем Юровским, и что она будет не только оперная. Леонид, сейчас для вас сюрприз будет. Мы любимый сюрприз. Но мы очень хотим совместить это с пластикой, может быть, с балетом, может быть, с современной хореографией. Вот такая задумка есть на сегодняшний день, но то, что точно Олега будет в репертуаре и на совещании Министерства культуры, на котором мы присутствуем с Леонидом Михайловичем, мы как раз заявили это название в рамках празднования юбилея Сергея Васильевича. То есть это как бы войдет в государственную программу, празднуя Сергея Васильевича Рахманинова. Поэтому мы тоже очень ждем это название, чтобы оно появилось у нас в театре. Спасибо большое. Следующий вопрос. Коллеги заметили, что большое количество детских премьер появляется в программе театра. С чем это связано? Это связано с любовью к детям. И связано с любовью к театру. Потому что мы должны понимать, что очень часто мы оставляем родителей наедине с самим собой. Это вот их ответственность в воспитании детей. А я считаю, что театр – это очень серьезный воспитатель. Как раз воспитатель каких-то очень ценных и правильных качеств. Что в театре мы уделяем очень большое внимание образовательному программу. И я считаю, что это тоже одна из важнейших функций театра – просветительская и воспитательная деятельность. И наш детский репертуар, который действительно самый богатый в России. И я понимаю, что вот сейчас мы закладываем ту основу, которая в будущем и даст нам великих культурных деятелей, деятелей науки, спорта. Потому что театр, музыка, я всегда говорю, что музыка – это вообще часть божественного, что есть на земле. Оно всегда делает лучше человека. Всегда человек, придя на спектакль, на оперу, на балет, на концерт, всегда что-то вот у него происходит внутри. Музыка делает лучше человека. Это уже доказано чуть ли не физически. Поэтому функция воспитания, просвещения – это очень важная. Театр не только развлекательное действие, но и воспитательное. И детские спектакли очень важны. Я еще раз повторю, я просто призываю, и вот, наверное, надо как-то очень активнее мне в этом плане действовать. Мне кажется, я один из немногих людей, кто занимается детским репертуаром так серьезно. И театр, наш действительно очень большое внимание и в репертуаре уделяет детскому репертуару. Надо вообще на законодательном уровне что-то делать для развития детского репертуара, для постановки детских спектаклей и детских опер. Потому что если в драме мы знаем, что есть сюжеты детские, и любой режиссер может взять любой детский сюжет и поставить, то в театре оперы и балета нужна музыка для постановки детского спектакля. И современных композиторов их практически нет. Тех, кто пишет детскую музыку, музыку к детскому оперному спектаклю. Не мюзиклу, не какому-то эстрадному шоу, а вот именно детской опере. Поэтому вот такая идея, которую мы и реализовываем, в принципе, у себя в театре, и тратя на это и средства, и время. — Спасибо. Дополнение? — Я бы хотел добавить, что дети растут быстро, и они потом придут уже на взрослые спектакли, а с такой хорошей подготовкой, с таким бэкграундом они уже будут готовы к восприятию взрослых спектаклей. Но у нас также есть и детские балеты, которые идут на большой сцене, но желательно, конечно, пройти, скажем так, подготовку на тех спектаклях, которые делает Вячеслав. — У нас есть действительно целая программа. Вот то, как, например, я создавал этот детский репертуар, да, от нуля плюс до двенадцати плюс. Вот я уже с коллегами сказал, что... И мне очень часто пишут и спрашивают, на какой спектакль надо сначала прийти. У нас есть «Теремок», который ноль плюс, потом «Красная шапочка» Цезаря Кьюи, а потом «Кот в сапогах», а потом уже те спектакли, где говорится о любви. Это «Оловянный солдатик», естественно. Это балет также «Три поросенка», который также идет на нашей камерной сцене. Потом «Сказка о мёртвой царевне», это уже Пушкиниана наша. И вот следующий спектакль «Буратино», потому что там, ну, это уже как бы история, где говорится о деньгах, где, да, говорится об ответственности. То есть весь вот этот репертуар, потом, естественно... — Побуратино, чтобы далеко не отходить, сразу же вам уточняющий вопрос задам. Если это мировая премьера, то правильно ли понимает корреспондент, что до Новосибирского театра никто не ставил этот опер? — Да, ну, конечно, конечно. Если мы говорим «мировая премьера», значит, мы отвечаем за эти слова. И мало того, что вот Андрей Семенов, он сейчас, кстати, находится уже в Новосибирске, и сейчас уже идут подготовительные работы, он занимается солистами. Мы, да, специально адаптируем его партитуру к нашей камерной сцене. И это еще... То есть это написано для большого состава оркестра. Он сейчас адаптирует это для нашего... Ну, ненамного меньше, я вам хочу сказать, оркестра. Оркестра тоже будет около, там, больше 50 человек. Вот, то есть активная работа сейчас ведется самим Андреем, который будет и в качестве музыкального руководителя этой постановки, и дирижера первых спектаклей. Поэтому это действительно большая эксклюзивная работа, которая ведется специально для нашего театра, для наших любимых и дорогих юных зрителей. — Спасибо большое, Вячеслав Васильевич. — Маленькое дополнение у нас, Вячеслав. Он уже столько сделал спектаклей, что просто перечислять надо время. Но он упустил сейчас еще одну мировую премьеру. Это «Малыши Карлсон». Это «Морозка», которая вообще сейчас... Ну, я хочу сказать, ну, о Карлсоне я говорил, что Карлсон, действительно, мы специально писали, это, опять же, молодой... Мы, ну, практически заказывали эту оперу молодому петербургскому композитору, Матону Гладких. Работа очень скрупулезная велась, потому что согласование, например, с фонда Мастер-Тлингретт, было согласование практически каждого слова, «Либретта». Мы получали, да, одобрение фонда Лингренда для того, чтобы вообще он мог писать музыку на этот сюжет. Мы посылали... Он посылал свои произведения, они их изучали и давали свой вердикт. Да, можно. Вот. Эта работа велась на протяжении, ну, около двух лет. Понимаете? То есть это все не так просто. Я еще забыл одну замечательную сказку. «Сказка про Козлика», которая наш сибирский эксклюзивный продукт, написанный фантастическим нашим композитором Александром Абраменко, нашим новосибирцем. Спектакль насыщен, например, эстетикой дымковской игрушки. То есть это также просветительская такая функция, чтобы дети увидели, что есть вот такой народный промысел. И Александр вообще очень интересный композитор. Вот сейчас он написал, буквально недавно мне, несколько дней назад передал партитуру оперы по Валентину Распутину. Вот. То есть есть еще и такая тенденция сделать, да, что-то, какую-то современную музыку в наших нескольких залах, да. То есть это всегда... То есть параллельно очень большая работа проводится. То есть не один проект, да, а несколько. И мы вот эту работу не бросаем. И она очень важна. Может быть, она не так видна со стороны, понимаете. Но мы обязаны этим заниматься, чтобы будущее у театра было светлым и прекрасным. Потому что действительно, Леонид правильно сказал, что они завтра придут на взрослые спектакли. А я вам хочу сказать еще одну вещь, что многие взрослые, приведя детей в театр, впервые идут в театр вот с ребенком, и потом уже идут на взрослые премьеры. Мне очень часто в социальных сетях пишут, что спасибо, что вот я никогда не была, я привела ребенка и влюбилась в оперу. Понимаете? А еще есть тенденция, ужасная на самом деле, когда взрослые приходят на детские спектакли и скупают, у нас аншлаговые, каждый спектакль аншлаговый, скупают билеты и пишут в соцсетях, что родители, взрослые, дайте детям посмотреть спектакли. Ну, как бы, это тоже такая тенденция, когда взрослые приходят на наши детские спектакли. Спасибо большое. Есть еще один вопрос, который невозможно задать. Мы понимаем, что информационный повод про Олега появился вот буквально здесь, вы его не готовили заранее. Тем не менее, это будет опера с элементами пластики. Можно ли дать какие-то подробности, как это все будет выглядеть? Нет. Нельзя дать подробности. Вы знаете, ну, подробность в эстетике, в совмещении, это не, ну, как сказать, это не новая эстетика для наших постановок, потому что, например, первый спектакль, который родился на камерной сцене, который открыл серию камерных премьер, это Моцарт и Сальери, и там как раз тоже он создан с привлечением наших замечательных артистов балета. Вот, там есть такие два ангела, черные и белые, которые как раз вот в сюжете этой оперы присутствуют. Это наши замечательные, я еще раз повторюсь, артисты балета. Вот. И здесь нам хочется продолжить. Может быть, даже в этом спектакле будут и какие-то наши звезды. Все, молчу. Спасибо. Достаточно, я думаю, интриг на сегодня. Да, значит, у нас, понимаете, ситуация такая, нам есть, что сказать, есть на что пригласить, потому что работа творческим цехом проводится просто огромная, продюсерами тоже большая. Поэтому вот мы сегодня сказали только о том, что точно ждет нас в ближайшие месяцы. Но поверьте, по осени будет, дай бог, чтобы все было хорошо. Надеюсь, что это будет. Будет шикарная балетная премьера. Мы верим. Приходите, рассказывайте. Благодарю. Да, наша задача вас заинтересовать, чтобы вы пришли и получили удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин